Время прикосновения В первые дни погода была достаточно сырой, но благодаря вмешательству высших сил в дни самого фестиваля она была более снисходительной к нам. И хотя итоги обычно закрепляются сухими цифрами, есть у таких праздников и немаловажный внутренний смысл. Эстонцы в церковь не очень-то уж ходят, хотя меня крестили и так далее. Но когда я хожу в церковь при рождественных праздниках, и почему? Не то, что слушают там, что там про Христоса и Иисуса говорят, что петь там. То есть красивые песни, это красивые мелодии, красивые слова. Я хочу быть среди этих людей, которые вместе поют это. Наверное, многие из тех, кто был среди гостей, участников испытали редкостное по последним временам чувство единения. Обидно только, что уже сегодня они вернулись к обычной жизни, повесили на вешалке костюмы и начали жить обычной жизнью с дрязгами, расслоением на бедных и богатых русских и эстонцев, что немного печально. Эстонцы, наверное, вот их религия есть пение, вместе пение, почувствование, что вот есть такой народ, который любит петь. Это есть религия. Не то, что это какой-то Мухаммед, или там Иисус Христос, или Яхве, или там еще кое-какие такие боги. Наш бог – это пение. А в праздник все было хорошо. Ни единого транспортного происшествия, все участники благополучно вернулись домой, у полиции не было работы по вызовам на преступления. Как же сохранить эти чувства и на следующие пять лет? Вряд ли удастся, ведь уже в марте очередные выборы и тут уже не до песен. Сергей Дедыкин, Рихопресс, Первый Балтийский канал.